В этом этапе решает, в общем-то, нелепость, потому что случайное попадание мяча в руку Макаренко. Да, я согласен с тем, что это пенальти, и может быть мяч летел в борота. Во-первых, великолепный удар Быстрова, ну и вот смотрите, и в кои веки мяч-то летел туда, в сторону, это скорее получался пас на Широкова, да, и в кои веки подключился в атаку и пробил Губачан с лёту. И вот так, такое вот нелепое, нелепое попадание. Ну, а тем временем, возможно, придется подождать выхода на поле Алексея Васильева, потому что сейчас Корюшенко попросил своего футболиста пока не выходить, хотя заявочный листок уже отдан резервному арбитру, но будут ждать, чем закончится пробитель пенальти. Ну, может быть, если пропущенный мяч, тут как раз может быть выход и Антипенко, но это можно только предполагать. Бьет Широков, как и вообще в последнее время у «Зенита», он может пробить точно в нижний угол. Удар, да, не совсем низом на таком полулёте, но, конечно, Широков не оставил никаких-никаких надежд Гойцеву Ковалевски. Вот такая развязка для Сибири. Понимаете, друзья, ну, конечно, случайность, конечно, случайность. Конечно, не играл рукой Макаренко, мяч нашёл руку, но по совокупности того, что происходило на поле и в первом тайме, и во втором отчасти, в общем-то, это справедливо. Это справедливо, и вот, наверное, те сантиметры, которые мяч не добрал, а точнее перебрал после удара Дани, помните предыдущего, вот эти сантиметры сейчас уже сработали за «Зенит», когда мяч попал в руку Макаренко. Ну, а Васильев выходит на поле и меняет он Чижиком. Ну, это говорит о том, что, да...